Студенческая спартакеада в округе идет на протяжении года. Каждый месяц новые испытания для команд. И начинаются состязания зимних видов. В январе отыграли в хоккей в валенках. Февраль – конкобежный спорт. На льду 66 участников из 7 учебных заведений. На профессиональном катке студенты-любители встретились впервые. Впервые мы его проводим на закрытой арене. Раньше мы проводили на открытом катке. Но я думаю, что более профессионально это будет проводить на ледовой арене. В спартакеаде участвуют в основном команды средних учебных заведений. А выше всего лишь у нас одна. Она всегда принимает участие. Это сельхозакадемия. И они разыгрывают медали между своими участниками. В программе соревнований – одиночные заезды. Мужские и женские. Девушки преодолевали всего один круг. В то время как сильная половина бежала два. Правила просты и понятны. Не пересекать чужие дорожки. Не мешать друг другу. И в максимально короткий временной интервал достигнуть финиша. Помимо личного зачета студенты соперничали и в командном. В эстафете у них будет смешанная. Мальчики, парни и девушки. Два парня, две девушки. И побегут они по одному кругу. Значит, и того будет четыре круга. И в соответствии с этим будет несколько забегов. Они прошли жеребьевку. И уже тоже будут выведены по времени лучшее. Предварительно молодежи дали шанс потренироваться. Еще накануне состязаний стало понятно – старты будут горячими. Потому, помимо основного атрибута коньков, на голове защитный шлем. По необходимости и защита для ног. Команда у нас заряжена положительно. Все пробежали хорошо. Готовился. Я сам занимаюсь хоккеем. Я два раза в неделю хожу на лед. Тренируюсь с пацанами. Катаюсь. Я подготовлен к этому. Доволен ли я своим результатом? Конечно, можно было бы лучше проехать. Но в целом доволен. На этом этапе сразу в нескольких позициях выделились студенты ДВТК. Эстафета парням далась лучше других. Девочки тоже взяли больше призовых мест. В марте команды встретятся вновь. На этот раз в бассейне. А после отыграют и в настольный теннис. Общие итоги судьи подведут только в конце года. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.